Бог обещает Аврааму не только его благословить, но и сделать его благословением для других людей. И не просто благословением для других людей. Благословением для всех семей, для всех родов, для всех народов. Третий стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В четвертом стихе мы находим очень сильное, очень важное выражение. «И пошел, и отправился Авраам, отправился вперед». Что у него было? Всего лишь обещание. Пройдет время, и он попросит у Бога объяснение. Он попросит объяснить, как действует Бог. И в ответ на эту просьбу получит еще одно обещание. Так оно устроено. Христиане живут необъяснениями. Христиане живут обетованиями. Что вы выбираете? Божьи объяснения или Божьи обетования? Ответ на этот вопрос во многом определяется нашей духовной зрелостью. Ответ на этот вопрос во многом определяется близостью наших отношений с Богом и степенью нашей веры в Бога. Этот человек был богат. Чем больше мы имеем, тем сложнее все это оставить. А он оставляет. Всего лишь потому, что получил обетование. Не знаю, почему так получается. Знаю только, что во многих случаях, прежде чем совершить в нас или через нас что-то великое, Бог сначала уводит нас в другую землю. Почему? Не знаю. Наверное, потому что порой Бог хочет нам показать что-то такое, чего отсюда не увидишь. Порой нам нужно отделиться от того, что оказывало на нас влияние, что утешало нас для того, чтобы только Бог был нашим утешением. И еще. Нужны способы проявить послушание. И очень часто мы проявляем послушание как раз в том, что выходим, выходим из удобных мест, выходим из знакомых мест. И отправляемся туда, куда указывает нам Бог. И пошел Авраам. Ему было 75 лет. Он берет с собой своего племянника, Лота. 12 глава, 4 стих. Пошел с ним Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Помните, что он пришел в Харан из Ура-Халдейского. Бог сказал ему, покинь дом отца своего. Прав ли он был, когда взял с собой Фару? Прав ли он был, когда взял с собой Лота? Не знаю. Он, наверное, не уверен. Наверное, прав. Если бы он был не прав, Библия нам сказала бы об этом. Но с Лотом он еще намучается. Как вы увидите, буквально через несколько стихов. Итак, они отправились в Ханаанскую землю. Они приходят в Ханаан. Пятый стих. И они приходят в Сихем. Это 6 стих 12 главы. В 7 стихе мы читаем, что явился Господь Аврааму. То есть Авраам видел Господа, слышал его голос. И Бог говорит Аврааму, «Потомству твоему отдам я землю сию». Итак, послушайте. Аврааму 75 лет, жене его 65 лет. Детей у них до сих пор не было. Что должно произойти, чтобы у них появились дети? Что должно произойти, чтобы у них появились дети? Ну, конечно, Аврааму нужна вера. Но это еще не все. Об этом мы обычно в церкви не говорим. Это деликатная тема, но задумайтесь об этом. Бог берет 75-летнего мужчину, 65-летнюю женщину, и дает им обетование. Обещает им потомков, потомства, хотя детей у них пока нет. Что им нужно делать, чтобы проявить послушание этому обетованию? Ну, во-первых, уйти и покинуть дом. Мы об этом говорили, но это еще не все. Бог берет людей в преклонных летах и фактически говорит им, «Представьте себе, что у вас еще медовый месяц. Представьте себе, что вы молоды. Представьте себе, что вы только что поженились». Им нужно было это делать 25 лет. Как вам это? Есть у Бога чувство юмора, не правда ли? Если окажешься, как Иосиф, муж Марии, вот тогда не смешно. Помните, когда Бог привел в мир Иисуса Христа, Он взял молодую пару, как раз на медовом месяце, и говорит, «Знаете, ребята, ваше послушание будет выражаться в том, что вы представите себе, что у вас пока медового месяца нет. Представьте себе величину задачи». И так, с одной стороны, пожилая пара, Авраам и Сара, и говорит, «Представьте себе, что у вас медовый месяц». И с другой стороны, берет молодую пару, которые любят друг друга, и говорит, «Отложите медовый месяц, подождите». Кстати говоря, дорогие сестры, незамужние сестры, послушайте очень-очень внимательно. Я понимаю, что это никакого отношения к бытию не имеет, и все-таки скажу, в мире полно молодых людей, которые требуют привилегии брака без ответственности брака. Они хотят наслаждаться правами брака, не брать на себя ответственности. Держитесь от них подальше. Научитесь их узнавать и держаться от них подальше. Поразительно в Иосифе то, что он готов был выполнять супружеские обязанности, отказавшись на время от прав супружества. Вот подождите, пока Бог вам такого человека не пошлет. «Подождите, он даст там такого человека». Итак, они приходят в Ханаан, в землю, которую Бог им обещал. Авраам строит жертвенник и поклоняется Господу. Мне довелось учиться в замечательной семинарии, в той же, где учился Олег Шевкун, в Далласе. И первая проповедь, которую я слышал в семинарии, это была проповедь человека, который потом стал моим другом. Человека, на похоронах которого я был в 86-м году. Звали его Ричард Сумми. Ричард Сумми проповедовал именно по этому фрагменту. Это была первая проповедь, которую я слышал в семинарские годы. Он говорил о том, что Авраам, прибыв в новую землю, прежде всего построил жертвенник, а потом уже выкопал колодец. Исаак начал с того, чтобы выкопать колодец, а уже потом построил жертвенник. А какие мы люди? Какие мы верующие? 90% всех мужчин меняют место жительства просто потому, что на новом месте колодцы хорошие, богатство там есть, заработать можно, жить удобно. Но есть люди, которые отправляются на новое место, как проявление послушания. Отправляются на новое место, потому что хотят поклоняться Богу. Авраам проявил послушание и поклонился Богу. Он поклонялся Богу. Поклонение идет перед послушанием и после послушания. Поклонение – это проявление послушания. И в послушании мы также поклоняемся Богу. В 7 стихе мы читаем о том, что он построил, создал там жертвенник Господу, который явился ему. Потом он идет к востоку от Вифиля. Вифиль – значит, дом Божий. И он ставит шатер и строит жертвенник. дважды в двух соседних стихах Авраам создает жертвенник. Куда бы он ни пришел, он везде поклоняется Богу. Надеюсь, что со временем вы найдете хорошую церковь. И я предполагаю, что в этой церкви вы будете не всю жизнь. И вот рано или поздно вы покинете эту вашу первую и лучшую церковь, попадете в другую церковь, и там вам будет сложно поклоняться, потому что другая церковь окажется хуже предыдущей. Но послушайте, поклонение никак не связано с тем, насколько хороша церковь. Поклонение определяется тем, насколько мы решитель, насколько мы хотим поклоняться, насколько мы готовы поклоняться. Что такое жертвенник? Жертвенник – это место, в котором мы даем Богу что-то важное, что-то ценное, принадлежащее нам изначально. Мы даем его Богу. Давид говорит во второй книге царств, что он не хочет приносить Богу жертвы, которые ему ничего не стоят. Теперь представьте себе Авраама. Авраам кочевник, Аврааму нужны стада, и чтобы кушать, и чтобы погреться, и чтобы продать, и деньги заработать, чтобы торговать. Аврааму нужны стада, но именно этих животных он убивает, именно этих животных он приносит в жертву всесожжения, именно этих животных он отдает Богу. Что это означает? Это означает очень простую вещь. Поклонение Аврааму что-то стоило. На Западе мы пытаемся научиться поклоняться Господу так, чтобы нам это ничего не стоило, так, чтобы это было удобно, так, чтобы было комфортно. И в этом проблема. По большому счету, мы даже не понимаем, что такое поклонение. Невозможно поклоняться, если при этом не будешь отдавать Богу что-то ценное. Невозможно поклоняться, не отказывая себе в чем-то ценном. По-английски слово поклонение связано со словом «достоинство». Мы провозглашаем, что Бог достоин, отдавая Богу ценное. Мы говорим фактически, Господи, Ты ценнее, Ты достойнее, Ты выше всего этого. И эти ценности я отдаю, я отказываюсь от этих ценностей, чтобы провозгласить Твое величие, Твое достоинство. В книге Бытие, 12 глава, 8 стих, мы узнаем, что Авраам построил жертвенник Богу и стал призывать имя Божие. В 4 стихе мы узнаем, что Адам отправился вперед, пошел, пошел. В 6 стихе прошел Авраам и в 9 стихе мы читаем «продолжал идти». Именно так выглядит и наше путешествие с Богом. Однажды мы отправляемся, потом мы проходим, а сейчас мы идем дальше, продолжаем идти. Мы продолжаем идти, мы еще не дошли до конца. Честертон сказал, что Одиссея, Гомера это классическое произведение мировой литературы, потому что вся жизнь это Одиссея, вся жизнь это странствие. Странствие непростое. Но не беспокойтесь о трудностях, мы еще не пришли домой. Бог говорит Аврааму, что «Авраам, смотри, ты еще не пришел домой». Авраам думал, что он дома 75 лет прожил, у него есть родственники, детей пока нет, но родственников полно, богатства тоже полно. Но Бог ему говорит «нет, ты пока еще не дома». Бог призывая нас, показывает нам, где наш дом. Наш дом там, где мы можем трудиться для Господа, там, где мы можем слушаться Господа, там, где мы можем получить благословение и благословить других. И он отправляется вперед, Авраам отправляется вперед. «Скорная вода» дом» вода» «Наш дом» «Об� мост» «Наш дом» «Наш дом» «Наш дом» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»